всем привет друзья сегодня мы едем на озеро фишка озеро в том что она прозрачная настолько что там видно дно и всякие легенды про него гласят что там какая-то колесница когда-то там утонула и выплыла в каком-то совсем другом месте я это место люблю не за его легенды а за его просто какую-то невероятную природную красоту со мной едет рубюша рубюша покажись он царапает мне ноги так что у нас небольшая семейная прогулка приятного просмотра друзья мы приехали местечко это называется бодентарь я здесь уже снимала видео зимой но зимой мы вам не показали вот такое место тут есть такой старенький дом и за моей спиной может быть вам уже видно как течение воды приводит движение различные фигурки на стене деревянного дома за моей спиной вас это в одно время очень удивило умилила и теперь это тоже является одним из наших самых любимых мест в этом районе и Смотрите на этот верх изящества лошадки на лугу. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите, какой домик. Наверное, вопрос возникает, что за домик, для чего он и так далее. В Австрии очень распространены вот эти вот домики, они для насекомых. Представляете, для пчел и еще для каких-то, возможно, для муравьев, чтобы они там на зиму строили себе какие-то гнезды, норки, как там у насекомых зовется, и таким образом зимовали. И они продаются в каждом магазине у нас, вот такие домики. И, соответственно, почти в каждом саду присутствуют. За моей спиной вы видите вот такое название Мэре Ауге, означает «Глаз моря». А что это такое? Это такое озеро, оно супер прозрачное, и про него сложены легенды. Легенда про него гласит, что однажды повозка, полностью нагруженная, утонула в одном месте, а сплыла в этом вот озере. Пойдемте смотреть. Вообще, даже без глаза моря здесь было бы чудесно. Такие деревянные дорожки, лес, и кругом шурчание ручейков, птички поют. Такая идеалистическая картина мира. А еще, может быть, здесь даже будет земляника. Чего опять лежишь-то? Я уже закораю. КОНЕЦ И вот оно красивое за моей спиной. Мэре Ауге, «Глаз моря». Посмотрите, какой необыкновенный цвет. И он, это озеро, оно полностью прозрачное. И из него идут какие-то интересные пузырики. Не знаю, может быть, какой-то газ внутри. Наблюдать за этим можно просто бесконечно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Диана Торзок Диана Торзок Ребята, спросите вы меня, почему «Глаз моря»? Почему такое название? А вы видели, какого цвета это озеро? Оно такое же лазурное, как и море. Поэтому это не само море, а только глаз моря. И вот в таком раю живут вот так вот местные люди. Посмотрите, у них симпатичный домик обязательно. Ну не у всех, конечно, но у многих стоит такая вот, я не знаю, как это правильно назвать, статуэтка Мадонны с младенцем, иконы, цветочки. Посмотрите, какое шикарное дерево. Еду сейчас на концерт, причем на концерт классической музыки. Концерт-хаус в городе Клаген. Да-да, там приедут наши замечательные русская солистка и русский дирижер. Сегодня мы были на Мэра Ауге, и видео тоже будет об этом. Я не знаю, будет ли это в этом видео или в другом. Очень красивое место. Если вы не смотрели, посмотрите. Если это в этом видео, то так или иначе уже посмотрели. Что будет на концерте? На концерте будет музыка Чайковского классическая. Я еду одна. К сожалению, у меня муж не любит такие мероприятия. Но в любом случае, мероприятие достойное для того, чтобы его посетить, потому что там будет очень хорошая музыка. Профессионалы будут ее исполнять. Ну и тем более, там будет очень много наших соотечественников, с которыми тоже мне будет приятно встретиться. Так что у меня сегодня тусовка на концерте Чайковского. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ